Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы продолжаем нашу лекцию. Лекция номер 6 – это интернет-технологии и визуализация сервисов. По плану у нас интернет-технологии, виртуализация и виртуализация сервисов. В информационных технологиях под термином виртуализация обычно понимается процесс изоляции компьютерных ресурсов друг от друга, который уменьшает зависимости между ними. При этом серверное или клиентское программное обеспечение не зависит от аппаратной части. Виртуализация дает возможность пользоваться своей рабочей средой со всеми приложениями, независимо от используемого рабочего компьютера. Выделяет две категории, на которых можно разделить понятие виртуализации. Это виртуализация платформ, мы об этом говорили, и виртуализация ресурсов. Теперь остановимся на виртуализации платформ. Под виртуализацией платформ понимается создание программных систем на базе реальных программно-аппаратных комплексов, которые бывают как зависимыми, так и независимыми от них. Система, которая представляет программное обеспечение, аппаратный ресурс называется хостовой, а система, которую она симулирует, называется гостевым. Преимущества виртуализации. Виртуализация помогает повысить адаптивность, гибкость и масштабируемость IT-среды, а также значительно снизить расходы, повышение мобильности рабочих нагрузок, производительности и доступности ресурсов, а также автоматизация процессов. Все это преимущества виртуализации, благодаря которой IT-инфраструктура становится более управляемой и экономичной. В число дополнительных преимуществ входит следующее. Сокрещение капитальных и эксплуатационных расходов, минимизация и исключение простоев, повышение скорости реагирования адаптивности в общей эффективности работы IT-персонала, ускорение инициализации приложений и ресурсов, обеспечение непрерывности бизнеса и повышение эффективности аварийного восстановления, упрощение управления ЦОД, реализация полноценного программного ЦОД. Облачные технологии всегда вместе применяются в виртуализации. Слово мы давно слышим. Клоуд-технологии, технологии распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности представляются пользователю как интернет-сервис. Согласно документу Института инженеров по электронике и электронике, опубликованном в 2008 году, облачная обработка данных – это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в интернете и временно кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах. То есть можно не иметь какую-либо программу на своем компьютере, а получить или для работы в интернете как услугу. Что в действительности представляют собой облачные сервисы? Клоуд-компьютинг – это метафоричные названия интернета. Компьютинг – это вычисление, облачное вычисление, концепция вычислительного облака, согласно которой программы запускаются и выдают результаты, работая в окно стандартного веб-браузера на локальном ПК. При этом все приложения и их данные необходимы для работы находятся на удаленном сервисе в интернете. История возникновения. Концепция облачного вычисления зародилась в 1960 году, когда Джон Маккарти высказал предложение, что когда-нибудь компьютерное вычисление будет производиться с помощью общенародных утилит. Характеристики. Национальным институтом стандартов и технологий США зафиксированы следующие обязательные характеристики облачного вычисления. Это самообслуживание по требованию, универсальный доступ к сети, объединение ресурсов, эластичность, расчет потребления. Виртуализация сервисов. Виртуализация сервисов обеспечивает работу нескольких операционных систем на одном физическом сервере в виде высокоэффективных виртуальных машин. К ее основным преимуществам относятся следующие. Повышение эффективности IT-инфраструктуры, снижение эксплуатационных расходов, ускорение развертывания рабочих нагрузок, повышение производительности предложений, повышение доступности серверов, упрощение сред и содержание рост числа серверов. Модели обслуживания, программное обеспечение как услуга, платформа как услуга и инфраструктура как услуга. Облачные вычисления сегодня. Сегодня облачные вычисления – это то, что почти каждый из нас пользуется ежедневно. Нет подходящего онлайн-облачного приложения, способного заменить привычный софт, одно из двух, или плохо искали, или оно появится в ближайшее время. Рассмотрим несколько примеров современных сервисов, построенных на основе облачной технологии. Software as Service – это тип облачных сервисов, используется мультиабонентская архитектура, выставляет через браузер доступ к отдельному приложению тысячам клиентов. Аббревиатура SAS расшифровывается как Software as Service – программное обеспечение как сервис, в отличие от CAAP – Software as a Product. Когда вы покупаете программу продукта в коробке, этот вид услуг удобен для потребителя тем, что не требует авансовых инвестиций в сервер или лицензирование программного обеспечения. В сервере SIS основано в принципе подписки. Программное обеспечение работает на стороне провайдера и приставляет абонентам в аренду. При этом оплата зависит от числа пользователей, объема транзакции и тому подобное. Также удобно, что приложение можно настроить под определенные потребности пользователей. Сегодня одним из наиболее успешных уроков на рынке CAS является SilasForce.com. Следующие – это коммунальные IT-услуги. Сама идея коммунальных IT-услуг далеко не нова, но сегодня эта форма обученных серверов переживает второе рождение благодаря тем монстрам, как Amazon.com, Sun, IBM и многим другим компаниям, предлагающим доступ к накопителям и ритуальным серверам по требованию клиента. Анчо такие серверы использовались в основном для вспомогательных целей, но сегодня они способны заменить даже центры обработки данных предприятий. Другие провайдеры предлагают решения, которые помогают IT-компаниям создавать виртуальные дата-центры из общественных серверов, например, использовать память устройства ввода-вывода, накопителя или вычислительных ресурсов как виртуальный пункт, доступный через сеть. Облачные сервисы, веб-сервисы, это близко к только что которым мы рассматривали, находятся провайдеры веб-сервиса, предлагающие программные продукты, которые разработчики имеют возможность воспользоваться через интернет без необходимости скачивания. Такие виды услуг предлагают широкий спектр провайдеров от компаний, поставляющих отдельный бизнес-сервер, в том числе традиционные сервисы обработки кредитных карт, до полномасштабных пакетов программных продуктов от операционной системы до программы, например, обработка фото, поставляемой, например, в Гугле. Платформа как в качестве сервиса. Еще один вариант. Это форма облачных сервисов, поставляет качество сервиса в среду разработки, выстроить собственные приложения, работающие на инфраструктуре провайдера. Ваши пользователи работают с приложением через интернет сервиса провайдеров. Эти сервисы ограничены дизайном, возможностями вендора, поэтому здесь вы не получите полную свободу для полета фантазии, но в том, можете вполне рассчитывать на предсказуемость и прединтеграцию. В качестве примера можно назвать Google App Engine. Потребителю обеспечивают неограниченную масштабированность. Сколько ресурсов вам нужно, столько будет представлено. При этом оплата производится за реальные услуги или ресурсы, за то время, в течение которого вы им пользовались. Не надо тратить огромные средства на создание собственных ресурсов и центров обработки данных в вашем описе, на оплату лицензионного программного обеспечения, на содержание квалифицированного персонала. Просто можете автоматизировать весь IT-процесс, купив готовые пакеты. Это аренда IT-продолжения, аренда виртуального рабочего места, аренда IT-инфраструктуры и разработка новых решений на базе облачных платформ. Такая бизнес-модель в существенный образ снижает себестоимость обработки данных по некоторым оценкам на меньше в 10 раз. Преимущества облачной технологии все разработчики называют и высокое стандартизацию IT-процессов. К тому же облачные центры обработки данных могут пользователям значительно сэкономить на потреблении энергии. Концепция облачной технологии. Все эти сервисы, которые мы только что остановились в моментах, это приложение как сервис, платформа как сервис, программа обеспечения как сервис, данные как сервис, инфраструктура как сервис и оборудование как сервис. Воплощение давней мечты с компьютерным обслуживанием на уровне масштабных коммунальных услуг – это масштабируемость оплаты по реальному использованию. Nebella Cloud Computing Platform – это новая платформа, которая используется, разрабатывается в исследовательском центре EMS NASA, цель которой является интеграция компонента свободного программного обеспечения и единую инфраструктуру, обеспечивающей высококачественные вычислительные сервисы по представлению мощности, хранения данных и сетевых подключений. Nebella настоящая используется в открытых образовательных и исследовательских проектах. Модели развертывания – это частная облака. Частная облака – Pre-White Cloud. Инфраструктура предназначена для использования одной организации, включающей несколько потребителей, например, подразделения одной организации, возможно, также клиентами и подрядчиками данной организации. Частная облака может находиться в собственности управления и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны. И она может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. Публичное облако – Public Cloud. Инфраструктура, предназначенная для свободно использования широкой публики. Публичное облако может находиться в собственности управления и эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций. Публичное облако физически существует в резиденции владельца, поставщика услуг. Частная облака позволяет перераспределять и настраивать выделенные мощности в зависимости от вашей потребности, а также масштабировать, распределять нагрузки для обеспечения оптимальной производительности. Инструменты мониторинга управления позволяют IT-специалистам отслеживать потребление ресурсов, прогнозировать нагрузки, проводить оптимизацию. Облачная IT-структура в аренду. Офис как услуга. Комплексное решение по надежному и безопасному удаленному использованию IT-инфраструктуры компании на условиях аренды. Вся серверная инфраструктура и часть настольных приложений выносится в наши дата-центры, где будут обеспечены и гарантированные производительность, работоспособность, а также защита информации. При этом у клиента появляется возможность использования сложного и дорогого программ обеспечения, которое никогда не было бы внедрено в локальные сети из-за высокой стоимости. На серверах устанавливаются операционные системы, а у Windows Server организуются только те сервисы, которые нужны в настоящее время клиенту. Со временем возможны подключения новых сервисов или удаления неиспользуемых. Вот на этом мы подошли к концу. Вопросы для закрепления, виртуализация настольных компьютеров, виртуализация систем хранения данных и виртуализация сети. Нужно ответить на эти вопросы в форуме и ответить в конце на тесты. На этом наша лекция подошла к концу. До свидания.